Люблинская уния. Государственный союз между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским, положивший начало единому федеративному государству, известному как Речь Посполитая. Акт, провозгласивший создание нового государства, был заключен 28 июня 1569 года. 1 июля того же года его утвердили депутаты польского и литовского сеймов одновременно. 4 июля уния была ратифицирована Королем Польским и Великим Князем Литовским Сигизмундом II Августом. Заключение унии было необходимо для укрепления позиции Великого Княжества Литовского, стоявшего на грани военной катастрофы в Ливонской войне 1558-1583 годов. Для Литвы уния была вынужденной мерой, вызванной московской угрозой. До подписания Люблинской унии велось множество дискуссий об окончательном объединении Литвы с Польшей и закреплении действий всех предыдущих союзов. Главной оппозиционной силой были литовские магнаты, опасавшиеся утраты своих полномочий и прав, а также полного растворения в польской шляхте без получения всяких постов и привилегий. Но Литва все сильнее ощущала мощь России, а в середине 16 века угроза полного поражения в войне с московским государством и дальнейшего включения Литвы в его состав стала реальностью. Правда и польская шляхта не очень торопилась оказывать помощь Литве, не получая ничего взамен. К 1560 годам польская и литовская знаки пришли к взаимопониманию и решили планировать все военные вопросы вместе. Сигизмунд 2 августа, правитель Великого княжества Литовского и короны польской, предложил проект нового объединения, который вначале обсудили в Литве, а потом в Польше. Проект имел много сторонников. Он нейтрализовал русинскую знать на восточнославянских землях, которая не хотела идти под власть короля Польши. Реальной же мотивацией короля Сигизмунда II было опасение польско-католической партии, что Литва с прекращением в лице Сигизмунда Августа Литовского польской династии Егелонов отделится от Польши. Люблинская уния заранее планировалась как конституционное объединение Польши и Литвы под властью одного выборного короля. 10 января 1569 года начал работу польско-литовский сейм. Переговоры поначалу шли очень тяжело. Представители Литвы поставили свои условия. Общий сейм для выборов короля на границе Литвы и Польши, коронование короля Вильна литовской короной, созыв сеймов по очереди в Польше и Литве, назначение на должность в Литве лишь ее уроженцев. Это вызвало гнев со стороны Польши. Так что в результате ни одно условие не было принято. Поляки тоже хотели, чтобы коронование избрания проходило на их стороне, чтобы у них были один сейм, сенат, монета. В знак протеста против давления поляков литовская делегация под руководством Николая Рыжего Радзивилла в ночь на 1 марта покинула Люблин. Однако давление шляхты, неудачи Литвы и Ливонской войне и стремление получить военную помощь со стороны Польши в борьбе с царством русским заставили литовских магнатов возобновить переговоры. Опираясь на поддержку польской и волынской шляхты, король Сигизмунд II в марте 1569 года издал универсал о присоединении подляского и волынского воеводств Подолья и Киева к польскому королевству. Различные литовские помещики поддерживали разные пути развития ситуации, между тем время побуждало польскую шляхту к дальнейшим действиям. Предполагалось присоединить все остальные территории Великого княжества Литовского к Польше и его название запретить навеки, заменив на Новую Польшу. В разгар всех этих событий в Люблин опять приехали представители Литвы, их уже больше волновали вопросы утраты провинции в пользу Польши, нежели сама уния. В долгих спорах все-таки победила точки зрения Польши. К тому времени вопросы дальнейших аннексий уже были решены. Возражения литовцев отклонялись, так как они сами были виноваты в том, что отсутствовали на семе, когда все решалось. После принятия универсала, который отобрал у Литвы значительную часть ее территории, 5 апреля литовцы под руководством Яна Хаткевича вернулись к переговорам и сменили тактику. 24 мая 1569 года литовские посланники принесли присягу к короне польской. Вслед за тем было объявлено опресенение к польскому королевству Киевского и Братславского воеводств. Под властью Литвы остались только северо-западные русские земли Берестейщина и Пинщина. 27 июня после послы выразили согласие со всеми пунктами, предложенными с польской стороны, а 4 июля уния была дополнительно ратифицирована королем в Люблинском замке. Но окончательно все частные вопросы были решены позже. Так что Сейм в итоге завершил работу лишь 12 августа. Уния, влюбление для обоих государств стало большим благом. Ведь создание Речи Посполитой часто рассматривают как объединение двух частей так уже давно созданного союзного государства. Естественно это государство было сильнее отдельных Польши и Литвы. И оно сыграло значительную роль на мировой арене в течение последующих 200 лет. Впрочем у унии существует и ряд негативных аспектов. Сигизмунд II стремился не просто объединить государство, но еще и провести столь необходимую Польшу политическую реформу. В действительности же уния не столько укрепила власть монарха, столько усилила влияние шляхты, увеличив заодно ее численность. Формирование столь необходимого всем странам в 16 веке абсолютизма с началом действия союза было прекращено. Серьезно закреплялись полномочия местной власти, что привело к сильному росту коррупции в рамках новообразованной Речи Посполитой. В дополнение ко всему был законодательно закреплен принцип liberum veto, позволяющий Сейму принимать какие-то решения только единогласно. Данная норма практически парализовала работу Сейма, блокируя принятие вообще любых решений. Результатом стала анархия, которая в дальнейшем активно разрушила Речь Посполитую. На всех землях новообразованной Речи Посполитой активно насаждались католичество и польский язык. Некоторые территории Великого княжества Литовского, Львов, Белосток были полностью полонизированы и стали католическими. Впрочем, многие литовские феодалы активно сопротивлялись полонизации. Крестьяне продолжали говорить на западно-русском языке, исповедовали православное христианство. И тогда католичество в 1596 году решило создать и церковную унию. Формально православная и католическая церковь становились общей, хотя подчинялись она папе римскому. Православие объявлялось вне закона, а все православные церкви подвергались гонению. Православные были лишь лишены политических прав, их вера именовалась хлопской и вызывала презрение высших классов общества. Не меньший удар Люблинская уния нанесла и по литовско-белорусскому крестьянству. Так крестьяне с 1588 года утратили право на землю. Была увеличена панщина. Ограничен переход одного владельца к другому. Многие земли передавались польским шляхтичам, которые охотно переселялись на восток. На тот момент Речь Посполитая стала крупнейшим государством в Европе после Русского царства и Османской империи. Польша оказалась неоценимой у помощи Литве, не дав ей раствориться внутри России еще в 16 веке. Что же касается украинцев, то уния окончательно ликвидировала украинскую государственность, обусловив постепенную потерю украинским народам собственной культуры и самосознания. Одновременно она открыла Польше путь к использованию природных богатств Украины и быстрого укрепления своей экономической и военной мощи. Анализируя те события, выдающийся украинский историк Михаил Грушевский сказал, «Православный, позже, как акт любви, братства, пожертвования, в действительности, этот сейм был цепью насилий над чужими убеждениями, над чужими правами, завершенных прессией давлением государственной власти и тяжелых политических обстоятельств». Статью подготовил Виктор Волынский, публикуется в журнале «Загадки. История», номер 13, за 2015 год. Продолжение следует...